Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сегодня хочу вам предложить узор капельки, вот такие очередные капельки, из вязальных ниток PION. Нитки вязальные, 70% хлопок, 30% вискоза, предоставленные нам для тестирования ПНК МНИКИРОВА. Узор мы будем провязывать на машинке Сильвери Т740 на основной фонтуре. Это однофонтурное полотно. Расстановка игл. 4 в работе, 2 в заднем положении, 4 в рабочем, 2 в заднем, 4 в рабочем, 2 в заднем положении. Вот такая вот расстановка с игл, которая у нас находится в заднем положении, снимаем петли на соседнюю. И провязываем количество рядов, которые соответствуют вашему пожеланию. То есть у меня 6 рядов, но у меня тонкая хлопковая нитка. И мне не хочется, чтобы были слишком растянуты эти капельки. Если вы хотите их более высокими, провязывайте больше. Если хотите совсем шариками, провязывайте меньше. Я провязываю 6 рядов. Ну вот здесь начинается самое интересное. Можно просто взять и передвинуть петли, создав новые капельки, просто передвинув по 2 петли к центру. А можно закрепить эти петли. Как их закреплять? Ставим в рабочее положение все иглы. Таким образом, на тех иглах, которые у нас встали в заднем положении, образуются 2 накида. Накиды, потому что на 2 иглах петля образоваться не может. Там будут просто пустышки. И провязываем 2 ряда. За счет того, что мы провязали 2 ряда, у вас получается вот такое вот объемное окошечко сверху. И вот эта вот одна протяжка у нас пойдет вниз. Вот они, видите, они разделяются, потому что, как я уже сказала, 2 петли провязаться не могут. Но образуется узелок между ними, и они как бы завязаны между собой. Вторая у нас остается на иглах. И на эти же иглы мы надеваем петли с соседних иголок. Таким образом, мы закрепляем наш узелок. Вот он, вот эта вот закрепочка узелок. И отсюда наши петли уже никогда не разойдутся. Вот это скрепление очень плотненькое получается. И на те 2 иголки, которые у нас стояли в нерабочем положении, переодеваем в соседние петли. Вот эти 2 иглы, которые у меня не работали. Я на них по одной надеваю петли. Таким образом образую новую капельку. Крайняя игла у меня. 2 петли. Я их просто сдвигаю 2 петли в сторону. Не трогаю. У меня получится вот такая же капля. То есть у меня не собьется ширина полотна, и капелька будет такого же размера, как и все остальные. В следующем рапорте я ее просто поставлю обратно. На ширину полотна это никак не повлияет. И таким образом у меня получается новая расстановка в шахматном порядке. 2 через 4 у меня опять получается. 4 игла в работе, 2 в заднем положении. 4 в работе, 2 в заднем положении. Больше 2 игла вставлять не стоит, потому что протяжки, если они будут больше, чем 2 петли, могут провисать. И вместо симпатичного вы получите меряшливый узор. Пересаживайте все петли до конца ряда. У меня новая расстановка игл в шахматном порядке получилась. И провязываю 6 рядов. Каждый раз проверяйте, что иглы, которые стоят в заднем положении, четко находятся в заднем положении. Иначе машина заберет их в работу и узор собьется. 6 рядов. Ставим в рабочее положение все иглы и 2 ряда. После чего меняем расстановку. И получаем новый рапорт. Все отлично вяжется. Единственное, что нитка хлопковая. Это 100% хлопок, не мерсеризованная нитка. Пряжа нитки вязальные пион. 70% хлопок, 30% вискоза. Что я могу сказать про пряжу. Вяжется легко. Но усилие небольшое нужно прикладывать, потому что все-таки это хлопок. Но вискоза придает небольшую эластичность. И поэтому каретка идет не слишком туго. Единственная проблема, которая у меня возникла при вязании, это проблема с резинкой. Резинку провязывают плохо. Если вы хотите, чтобы петли резинки соответствовали петлям вязания, то придется делать тугую плотность. А это значит, что она не провязывает резинку. Придется с этим немножко либо потренироваться, либо применять какой-то другой краешек. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. И обязательно заходите в магазин «Невская рукодельница», который продает нитки ПНК Мникирова, натуральный хлопок, всех фактур и огромной цветовой гаммы. Ваша Наталья Некрасова